Рада приветствовать вас в своем саду в такую погоду. Идет дождь, ледяной, уже второй день. У нас такая погода второй день. Все растения в ледяном плену. Зимняя сказка, она такая, бывает разная. Бывает добрая, бывает не очень. Особенно наши хвойные, он уже капает. Сосулек уже капает капельки. Обледенели, конечно, и гортензии. Но с них вот счищается. Уже опадает, потому что сейчас у нас уже плюс. И идет дождь. Но завтра передают опять минус. Что делать в такую погоду нам с хвойными? Покажу свою хупси, Иву Мацудану. И расскажу особенно про... Про наши... Ой, забыла. Ну, вы представляете? И отдельно расскажу про рододендроны. Мне кажется, они больше всего страдают от такой погоды. Потому что обледеневшие полностью. У хвойных иголочки леденеют. И вот так все веточки. А у рододендронов, листики, цветочные почки. Что нам делать в такую погоду? Покажу и расскажу. Вот как бывает. У природы нет плохой погоды. Нам надо воспринимать все позитивно. И реагировать на это с улыбкой. Как и на все обстоятельства, которые вокруг. Смотрите внимательно видео. Подписывайтесь на наш канал. Будет еще много интересного. Смотрите внимательно. Наша аллея кипарисовиков Ивона. Помните видео? Я показывала совсем недавно. Снегопад у нас какой мокрый был. Хорошо я успела их связать. Вот для чего надо было отряхнуть с них снег. Как раз снег, переходящий в дождь. Я вся мокрая была, пока их посвязывала. И смотрите, как это помогло. Они стоят ровненькие такие. Правда, заледенелые. Каждая иголочка, каждая хвоиночка. Они бедные в ледяном плену. Все как ледяные скульптуры замерли. Как в книжке, я помню, читала. В лед все взялось. Хвойным, конечно, в такую погоду хуже всего. У деревьев ветки более крепкие. А тут каждая хвоиночка обледенеет и тянет к земле. Вот почему ломаются наши растения зимой именно. Обледенение, это самое страшное, что может быть. А это дерен. Кауза мой. Помните, тоже я рассказывала за него. Вон как раз шишечки обледенела. Это будущие цветы. На следующий год у нас-то будут большие розовые цветы. А сейчас это такие ледяные шарики красивые. Красиво, конечно. Но почему для растений такая погода, это самая страшная. Потому что засуху они могут пережить. Даже небольшое количество влаги спасет их. Дожди. Тоже растения, если более-менее взрослые, они переживут. А вот такую ледяную погоду. Это хупси наша маленькая. Ну, она не маленькая, 80 сантиметров уже крошечка. Но ей уже весной будет год. Как она растет в моем саду. Тоже вся обледенелая. Ну, хупси, кстати, хорошо держит. И снег, ее и струшивать не надо трогать. У нее плотная хвоя такая твердая. Твердая и ветки сами твердые. Несмотря на то, что, видите, она к палочке у меня привязана. Это для того, чтобы не искривлялся ствол. Хупси это ель, у которой надо первые несколько лет обязательно выравнивать ствол. А то пойдет в сторону. Если кто не знает, я купил эту хупси. Вот гортензия наша. Помните, я рассказывала, обязательно надо цветы так обшмыгивать, снимать. Маленькие пооставались. Но тут огромная просто шапка. Маленький штамп у меня такой получился. А это наш аспирин подо льдом. Прямо я сделала небольшой эксперимент. И часть рос. Тук-тук. Часть рос. Прям корка льда, видите. Не стала вообще укрывать. Аспирин, кстати, и в прошлом году у меня только хвойным лапником был укрыт. И отлично перенес зиму. Вот в сосульках вся наша акракона ель. Такие сосульки красивые на ней висят. Шишки. Шишки у нее розовые, весной яркие, красивые. Кстати, по цвету пятнышки на эвке такие, как шишки. Вот это да. А кракона вообще интересная елочка. У нее, смотрите, изогнутый ствол такой. Необычная. Хвоя такая не очень яркая. Просто зеленая. Небольшая. Изогнутые веточки у нее по-разному. И шишки красивые. И шишки я первый год убрала. Шишки думала, они тяжелые будут. А они, когда созрели уже вот такие коричневые, они пустые. Там семена есть. Можно на рассаду раздать. Легкие очень. И они веточки ее не гнут. Так. Охрана моя службу несут. Где я, там они. Вот так как кракона себя ведет. Я ее тоже не отряхивала. Так вот, почему для растений такая обледенение погода даже страшнее, чем засуха. И чем, ну, сильный дождь. Наводнение, скажем так. Потому что они становятся очень хрупкими. И ствол может просто хрустнуть. Самое большое, самое толстое дерево. Если его начать склонять, пытаться этот лед с него как-то струсить, снять. Это наша Ива Мацудана. Листья еще остались. Представляете, зеленые. А сама вся во льду. Во льду, во льду. И вот так, если мы начнем что-то пытаться сделать, спасать наше растение, они просто могут хрустнуть и переломаться. Как бьется хрустальная ваза, так могут поломаться наше растение. А вот это мой самый любимый рододендрон. По-моему, он называется Германия. Или Германика. Листья. Смотрите, они вообще не гнутся. Во льду скованные цветочные почки. Там такое шикарное цветение у него будет. Смотрите, сколько почек. Я пыталась его накрыть там как-то, уберечь от дождя. Ждала укрывное. Укрывного мне не хватило, агро-волокна. Но уже оно пришло. Вот мы связали можжевельник наш. Тоже я рассказывала. А это пихта корейская. В общем, вы поняли саму суть, что ничего с нашими растениями делать не надо. Ждем. Оттепели. Они оттают. Потом что недоукрывали, укрываем. Что недосвязывали, связываем. Вот так. Продолжение следует.